Всем привет! Вы на канале Old Forest. Как и обещал Пол Беттани, актер, исполняющий роль Вижена в четвертой серии, нас ждало много интересного, а также ответы на многие вопросы. Как мы и ожидали, многие из тех теорий, которые мы выдвигали в прошлых роликах, подтвердились. Не будем затягивать с вступлением, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Большая часть серии посвящена Монике, с которой и начинается повествование. Мы видим ее возвращение после Щелчка Таноса, и следом идет довольно драматичная сцена, из которой мы узнаем, что за те пять лет, которые Моника провела в небытие, ее мать скончалась от рака спустя три года после пропажи дочери. Также мы узнаем, что именно Мария Рамбо основала организацию по отражению инопланетных угроз МЕЧ. Выходит, что это агентство не такое старое, как ЩИТ, основанный в послевоенные годы, а существует с девяностых годов. Серия отлично показана за кулиси всех трех предыдущих серий, что позволяет нам взглянуть на события с совсем другой стороны. Мы видим, как загадочный вертолет попал в зону города. Вопреки предположениям, это была не настоящая вертушка, которую Ванда превратила в игрушку, а простой отслеживающий дрон. После того, как Моника пропадает в аномальной зоне, МЕЧ стягивают военных и ученых к этому месту. И наши старые знакомые, Дарси из первых частей о Торе, и Джим Ву из фильма Человек-муравей. Тот, кстати, достает визитку фокусам, которым научился у Скотта Лэнга. Тем временем, Дарси устанавливает, что вокруг города висит реликтовое излучение времен Большого Взрыва. А это значит, что купол – это точно дело рук Ванды, так как она получила силу от одного из Камней Бесконечности, который был образован впоследствии Большого Взрыва. Дарси удается наладить трансляцию с места событий, и мы видим, что загадочной девушкой, сидящей за экранами в конце первой серии, была именно она. Далее, еще одна отсылка на предыдущие серии, в которой военные пытаются отправить за периметр солдата в антирадиационном костюме, который под действием купол Алой Ведьмы преобразуется в пасечника и в итоге исчезает после того, как Ванда обнаруживает его. Также пару интересных отсылок можно найти во время хода расследования агентов. Это и отсылки на скруллов и рассуждения о загадочном влиянии шестиугольников, которые появляются на протяжении всего сериала. И судя по всему, подтверждение загадочности личности Агнес, данные, которые агентам обнаружить не удалось, и судя по этому, она все-таки окажется древней ведьмой, которая не просто так оказалась под куполом. Ну а далее мы видим пока что самую пугающую и запоминающуюся сцену за весь сериал. После того, как Ванда выкидывает Монику за периметр, она на время теряет контроль, и мы видим Вижена без иллюзии, с мертвым телом и вырванным камнем. Сцена сделана максимально отталкивающей и одновременно завораживает. К сожалению, даже сейчас сложно сказать, жив ли Вижен в реальности. Да, мы видели его труп, и скорее всего, Ванда управляет им как куклы на веревочке. Отсюда и проявление у андроида способностей суперскорости, не свойственных ему. Но также это может быть и просто воспоминания Ванды после битвы с Таносом. Ведь, как можно заметить, Вижен не похож на простую куклу и проявляет активность, пытаясь докопаться до сути. Чего тот не стал бы делать, будучи мертвым. В любом случае, видно, что хоть и со сбоями, но у Ванды все под контролем. И своими силами агентам меча прорвать барьер будет трудно. И логично, что будет прибегнуть к стороне помощи кого-то, кто разбирается лучше в магических штучках. Но вы понимаете намеки. Так что ждем в новых сериях эпичный камео. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.